Как приумножить свой капитал вдвое? С этим поможет спонсор сегодняшнего выпуска новостей краудинвестинговая платформа Brainbox VC, которая позволяет получать доход выше акций и облигаций, инвестируя в российские IT-стартапы. У нас в выпуске много интересного. И падение винды, и очки Марка, и кал в подвале у Сэма. Ну а самое главное, новая прекрасная шляпа, которую я заполучил в Турции. А сейчас я, кстати, в Мурманске нахожусь. Скорее всего, может быть, Териберка, которая вроде как Териберка. Пока еще не доехала. Потому что у меня это суббата, это вас понедельник. В Анталье, где я был 3 дня, очень горячее море. Поэтому я решил охладиться и поехать куда-то на север. Аэропорт Антальи весь какой-то замызганный. Ну здоровенный, но там туча народу. В бизнес-лоунжи нихера не наливают. Ну только за деньги. Wi-Fi платный, это вообще просто дичь какая-то. Через какой-то ебучий киоск надо. Нажимать какие-то коды, к нему в очередь встать. Ну просто ужас. Онлайн регистрация не работает. По телефону нигде нельзя пройти. Короче, отстали наши собратья по Черному морю. Дремучий народ. Что еще интересного произошло. Я там был 3 дня. И в последний день, буквально за 15 минут до того, как мне нужно было садиться на автобус, я выходил из моря. И понял, что на берегу стоит лишь один мой тапок черный. А когда я заходил в море, их было 2. Соответственно, похититель одноногий должен быть. И так тапок черный, возможно, чернокожий был похититель. Так что тапок мой пропал. Не знаю, почему не 2, но вот один. Я подумал, что его смыло в море, но нет, в море я его не нашел. Поэтому я летел в Москву в тапок из гостиницы, таких белых тряпочных. Это было довольно интересно. Расскажу, что дальше. Может быть, он там нашелся. Об этом мне должны сообщить. Теперь новости в эфире. Если прошлая неделя ознаменовалась рекордным падением публичных портфелей, я тогда потерял типа 409 тысяч рублей, а индекс Мосбиржи упал на 6%, то наконец-то в прошлой неделе небольшой плюс, в районе плюс 1%. В топе у нас ЦИАН, Диасоф и Астра, там 6,5% где-то. ЦИАН на 6% вырос, его и добираем на пенсию. В минусах МТС, РосАгро, минус 10, минус 7%, Алроса, минус 3%. Но хули информатика прибавила почти 3%. Почему? Потому что я на дне опять умудрился докупиться чуть-чуть. Нужно больше докупаться. Хотя, может, еще упадет. Так что ждем новых коррекций, чтобы докупиться. Все остальное хуже индекса. Хотя, вот на рекордном падении на позапрошлой неделе более-менее портфели наши справились. Потому что упали не на 6%, а всего лишь на 3%. Так что общий результат падения за вот эти полтора месяца, пока Мосбиржи туда-сюда считается, вполне неплохой. Главная новость из-за рубежа. Конечно, падение винды чуть менее, чем везде. Больнее всего пришлось авиакомпаниям, которые не смогли зарегистрировать пассажиров, не смогли выпустить самолеты. Я вспомнил эти самые билеты. Еще 20 лет назад они были, там типа было 3 таких бумажки, их отрывали. То ли при регистрации, при заходе в самолет, там еще были такие места, где была красная копирка, там что-то писали ручкой. Ну вот сейчас вроде бы это вернулось там, где Windows стоит. Ну что ж, очень приятно. Причем контора под названием Cloud CrowdStrike уронил Windows по всему миру вот этим обновлением своего говнософта. Но, что интересно, что директор этой компании исполнил 14 лет назад ровным счетом то же самое. Он работал тогда техническим директором в Макафе, антивирус, и тогда устроил ровную... То есть тоже какой-то... Он так обновил свою программу, что уронил Windows по всему миру. Еще, что хорошего, акции BigTech немножко припали по всему миру. Почему? Потому что Сталина Байден не дает NVIDIA продавать свои самые крутые чипы. Куда? Ну, вы помните, куда? Конечно, в Китай. Вот замечательная новость. Вкусная точка открыла первые два ресторана в Иркутске. Теперь там вкусно и две точки. Ну, кроме шуток, в Иркутске не было Макдональдса, так что это настоящий прорыв отечественного общепита. Новые вакансии в Индонезии всплывают. Бегун под чужим аккаунтом. Что же это такое? Там есть такое приложение Strava. Я раньше пользовался, теперь удалил, потому что там вся бесплатная функциональность стала платным. И, точнее, бесплатно вообще там ничего нет. Это чушь. И я перестал им пользоваться. Индонезийские легкоатлеты, что делают? Они могут за вас пробежать, залогиниться за вас, пробежать какой-то отрезок рядом с вашим домом, и вы станете там на первом месте, или там на втором, смотря сколько вы заплатите. То есть вы заплатите мастеру спорта, он быстрее пробежит, и у вас будет выше места, как будто бы вы это пробежали. Вот такая услуга интересная. Остается, что здесь? Только позавидовать легкоатлетам, которые нашли новый способ заработка. И ждем теперь тех, кто будет читать за нас книги и постить их на Goodreads, или другие варианты. Предложите, пожалуйста, в комментариях, как можно использовать свои навыки. Владимир Криндель из компании Finex рассказал РБК, что компания подала жалобу на казначейство Бельгии. Бельгийцы не дают лицензии на разблокировку фондов Finex, а Владимир на них жалуется. Ну, а мы жалуемся на Владимира, а бельгийцы не жалуются, они просто спиздили деньги. На этом все. Марк Цукерберг упорно считает, что люди хотят фотографировать чем? Очками, друзья. Его экстремистская контора Meta планирует купить 5% в компании Essilor Luxottica, производитель очков Ray-Ban. Еще, на самом деле, там десятка разных очковых брендов вы не знали. А на самом деле, всеми очками, ну, почти всеми очками в мире владеет одна и происходит одна и та же контора. Первые смарт-очки они в Союзе выпустили 3-4 года назад, и они не взлетели абсолютно, их там все засрали. Но Марк не сдался. И вторую версию, которая называется Ray-Ban Meta Smart Glass, она стала довольно успешной. Фишка в том, что там очками можно чуть ли не стримить в инсту, то есть идешь там и кнопки жмешься на башке, и все туда загружается. Я думаю, что такие очки можно вполне положить в сортир вместо журнала Forbes. У вас же лежит в туалете журнал Forbes? Ну, надеюсь, что да. Один из проектов, в который я уже вложился через Brainbox, это стартап Саплбис. Крупнейшая в России платформа, которая помогает находить оптовых покупателей и поставщиков. Каждый день на Саплбис размещается до полутора тысяч заказов. Почему стоит инвестировать? Во-первых, низкие риски. Это не просто идея, это рабочий бизнес, который существует больше 10 лет, а за прошлый год выручил компанию более 100 миллионов рублей. Во-вторых, при лечении клиента стоит 21 тысячу рублей, доход с него 111 тысячи рублей, соотношение 1 к 5, очень хорошее соотношение. В-третьих, стартап трудно скопировать. Проект накопил уже 2 миллиона заявок и на этих данных обучил собственную нейросеть, которую подбирает поставщиков. В-четвертых, конечно, амбициозные планы. На масштабе 5 лет Саплбис планирует достичь выручки более миллиарда рублей в год в перспективе построить компанию размером с Алибаба. И в-пятых, Саплбис входит в топ-10 маркетплейсов России и успешно прошел экспертизу московского инновационного кластера. Вы можете стать совладельцем этой компании, купив акции всего лишь от 11 тысяч рублей. А для крупных инвесторов есть специальное предложение. При покупке на 500 тысяч рублей вам будет возмещено 50% от суммы инвестиций по программе Сколково. По сути, вы покупаете акции в два раза дешевле рыночной стоимости. Если вы заинтересовались Саплбис или хотите изучить другие стартапы, сканируйте QR-код, который сейчас на экране, или переходите по ссылке в описании. Начинайте инвестировать в стартапы уже сегодня. Новый рекорд у нас в заповеднике дивидендных гэпов. Сорбудпреф выдал минус 19%, а за неделю улетел аж на минус 24%. Ну что ж, так держать. А вот отличная новость из Америки. Директор OpenAI Сэм Альтман судится за стройщиком своего поместья в Сан-Франциско. Поместье стоит там несколько десятков миллионов долларов. Он там чуть ли не в центре города с прекрасным видом. Естественно, на мост золотые ворота. Но висячий бассейн, висячий, это который типа без, не без границ, как называется. Ну, короче, где не видно бортика. Там стеклянная такая граница. И она супер тонкая. И ты как бы бассейн как будто бы выливается наружу. Так вот, он выливается действительно наружу, но не оттуда, откуда надо. Он течет, просто протекает. Туалеты забились, и говно выплывает со второго этажа на первый. И Сэму Альтману это не нравится. Я думаю, что ему, что мы можем посоветовать? Обратитесь к помощи искусственного интеллекта, после открытия метро во Внуково, в аэропорту Внуково под Москвой, выяснилось, что никто не хочет покупать больше билеты на Аэроэкспресс по 550 рублей. Странным образом, с 1 августа билеты подешевеют в два раза, там 230, что ли, будут стоить. Но управлять ими будет уже другая компания, не Аэроэкспресс. Просто удивительное дело. Конкуренция называется. Netflix продолжает дико расти. У компании крутейшие результаты за второй квартал, плюс 8 миллионов подписчиков в два раза выше прогноза аналитиков с Уолл-стрит. Членство на самый дешевый тариф компании, который с рекламой, он типа то ли бесплатный, то ли полубесплатный, ну, короче, недорогой, тоже выросло на 33, что ли, 32 процента. Вопрос, вам это ничего не напоминает? Что рано или поздно Netflix превратится в первый канал у нас. И они уже планируют запускать собственную рекламную платформу, чтобы продавать рекламу у себя на канале. Как я уже говорил, наверное, месяца три назад они сказали, что больше не будут с 1 января 25 года раскрывать количество своих подписчиков. Будут их скрывать. Производитель комбайнов, знаменитых по всему миру, Джон Дир, производитель заявил, что больше не будет спонсировать мероприятия по культурному разнообразию. Друзья, ну как же так? Все дело в том, что трактористы не очень любят гомосексуалистов. Ну, по крайней мере, не все. Эта новость пришла к нам после того, как большой колхозный американский ритейлер Трактор Саплай раз закрыл свои подразделения по борьбе с климатом и любви к дайверсити. Фермерам оказалось насрать на чернобровых феминисток. И дело в том, что феминистки почему-то не собирают урожай на полях собственной руками для своих смузи сельдереевых. А вот без вонючих загорелых мужиков на тракторах феминисткам оказывается ничего есть. Что можем сказать этим прекрасным женщинам? Скажите 300. Open AI выпускает более дешевую версию своей лингвистической модели флагманской GPT-4 сейчас называется GPT-40 mini. Она тоже умеет делать и тексты и картинки. Еще в нее встроена новая великолепная защита от обмана. Когда пользователи просили модель забыть что такое diversity или вспомнить расовые предрассудки или все же представить что она умеет материться хотя она не умеет но на самом деле если заставить ее представить то она умеет или придумать опасные химические соединения как бы понарошку осталось придумать как обойти защиту от защиты но я думаю что русские хакеры с этим вполне могут справиться. Кен Гриффин миллиардер основателя семейства хедж-фондов Цитадель а заодно и эта компания кстати я не узнал об этом самый большой маркетмейкер в мире на куче разных бирж так что сделал Кен Гриффит он купил себе динозавра друзья вы скажете что динозавры вымерли ну и ничего страшного Кена это совершенно не смутило он заплатил 45 миллионов долларов за скелет стегозавра на аукционе Сотбис Нигерийская Найра стоит 6 копеек год назад она стоила целых 11 копеек два года назад аж 14 копеек налицо падение к рублю на 45 процентов ну очевидно что в Нигере все довольно дешево дешевле только в Аргентине по итогам года население Нигерии в полтора там 220 миллионов человек сейчас живет в полтора раз больше чем в России я хотел сказать а в прошлом году я кстати когда делал обзор нигерийской Найры оно было всего 210 миллионов ну налицо прибавка в 10 миллионов человек через 50 лет по некоторым прогнозам оно станет вторым в мире после Индии Китай на третье место переместится ВВП по ППС по пакуальской способности сейчас в 4,5 раза чем в России но тоже будет естественно расти Нигерия экспортирует нефть об этом вы наверное знали но вот чего вы не знали сейчас самое время поставить видео на паузу и написать в комментариях что же еще экспортирует Нигерия и так Нигерия экспортирует кино кино по всему африканскому континенту и там даже собственное название этой киностудии есть у Голливуда в Америке есть Голливуд у Индии есть Болливуд так у Нигерии на всю Африку оказывается есть Нолливуд об этом я узнал буквально вчера ну и маразм недели для тех кто дождался глава Адыгея Мурат Корольбевич Кумпилов заявил что Адыгея вышла в лидеры по производству адыгейского сыра друзья тоже хотел поставить видео на паузу значит попросить вас чтобы написали по производству чего же вышла вперед Адыгея ну тогда бы шутки не получилось блин я же забыл сказать совсем про игру вышла замечательная Хули Полия можно купить в любом книжном магазине на Бук-24 можно заказать в Лабиринте должна быть в Штайгорде Хули Полия это наша игра с Юрием Емщиковым это знаменитый российский геймдизайнер здесь можно подвинуть рынок несколько интереснейших рынков карты событий которые эмулируют финансовые рынки ну примерно с 2000 где-то по 2020 год я думаю что будет интересно она достаточно простая от 2 до 4 игроков играется меньше чем за полчаса покупайте пишите свои впечатления нам очень важно делать ли дополнение делать ли делюкс версию потому что это достаточно просто оформлено может быть если она зайдет вам и другим людям мы сделаем прям крутейшую какую-то версию самое интересное здесь есть валюта с моей рожей что может быть лучше на этом пока привет вам из Мурманска до встречи через неделю